Гороховый суп с копченостями 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 Сюда мы положили горох, пассерованную морковку с луком, сюда же мы, резанную кубиками, видите, положили рульку, и мясо говядина варится. Варить надо до того момента, пока разварится горох. Видите, он начал развариваться, но еще не до конца. Но это приблизительно полтора-два часа вместе с мясом. Как увидим, что горох у нас начнет развариваться, мы порежем картошечку и положим туда. Итак, порезали мы картошечку нашу кубиками. Горох разварился. Я его посмотрел, нормальный. Значит, кладем картофель аккуратненько. Картофель варится приблизительно минут 15, а всего с начала приготовления чуть больше полутора часов прошло. Перец положим горошком. Один лавровый листик. Соль я не кладу, потому что грудинка довольно-таки прилично имеет количество соли. Ну, если кому-то хочется, может немножко посолить. Ну, и в конце я положу приправу ведету. Немножко, ну, пол столовой ложки. Доводим до кипения, и картошку, напомню, варим минут 15. Ну, вот супчик наш почти что сварился. Осталось минут 5 варить. Добавили ему ведету. Сейчас посмотрим. Видите, горох разварился. О, замечательный получился. Он потом осяет, и будет вот эта вкусная такая еда. Пенку мы снимаем. Ну, все, вот сейчас еще 5 минут, и супчик наш, можно сказать, готов. Итак, наш супчик готов. Налил я его в тарелочку, сейчас буду кушать. Вот такой у нас получился аромат идет от него, очень вкусный. Ну, рекомендую всем варить по моему рецепту. И приятного всем аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok